Добрый день, уважаемые подписчики и гости нашего канала. С вами Марийка, Алексей за кадром. И хотелось бы рассказать за пижму поподробнее. Многие знают пижму как антипаразитное или противопаразитное растение, которое изгоняет червей, глистов, паразитов, бактерий и т.д. и т.п. Пижма считается ядовитым растением, но я бы сказала, растения, скорее всего, не ядовитые, а токсичные. Издревле пижму, особенно в Древнем Египте, использовали для бальзамирования умерших людей. Да и не только в Египте, а вообще по всему свету. То есть экстракт пижмы входил в бальзамирующие вещества, которые не давали, скажем так, телу разлагаться. Даже когда моя бабушка была еще жива, многие использовали крапиву и пижму, когда человек умирает. Я не знаю, как сейчас, какие традиции, но раньше человек, как бы умерший, лежал дома трое суток, пока его там прощались и так далее. Вот, и обкладывали людей крапивой, лично я видела, или пижмой. Просто в том регионе, где я жила в России, пижма не была так распространена, поэтому использовали крапиву. Так вот, мало того, что она используется как противоглистная и противопаразитная, каким образом пижма используется, если вы просто высушиваете соцветия на зиму. И каждый день, примерно, если у вас нету, конечно, второстепенных заболеваний, камней в желчном пузыре, например, потому что это очень важно, так как пижма активно гонит желчь. Поэтому, если у вас камни в желчном пузыре, конечно, это может быть риском закупорки желчевыводных каналов. А так, если у вас нету таких заболеваний, тогда можно вот по одной такой таблетке соцветию пижмы брать и запивать водой. Ну, или разжевывать, чтобы наполнилось слюной, и потом запивать водой. Пить нужно воду обильно, потому что пижма, она требует воду, чтобы желчь пошла активно. Нужна энергетическая еще сила, вот, которую вода дает, чтобы желчь пошла по своему руслу, потому что у желчи есть свое круговое обращение, скажем так. Так вот, пижма очень пряная, если вы проведете рукой и понюхаете, это невероятно пряное растение, опасно тем, у которых бронхиальные астмы, особенно аллергические, скажем так, некие виды аллергии и так далее. Нужно быть очень осторожным, потому что пижма содержит интенсивный состав камфора и формальдегиды, свойства группы формальдегидов. Поэтому, может, пижма парализует камфора и формальдегиды, они парализуют дыхание, дыхательные органы, тем она и опасна, если ее употреблять не как написано, скажем так. То есть нужно очень осторожно и опасно, опасное растение. Пижма принимается таким образом, ну, некоторые люди всю зиму принимают, потому что зимой нужно активировать желчные потоки, потому что нам холодно, мы мерзнем, сужаются все потоки, нет движения, кровь как бы застывает, скажем так. Вот. Хотела сказать, что пижма, она, мало кто знает, что в косметологии это незаменимый цветок, который омолаживает организм, нашу кожу, подпитывает волосы и так далее. Даже целлулит, у женщин, у которых он есть, делают, скажем так, масло, настаивают на пижме, добавляют кофейную гущу и прям вот втирается в эти места раз за разом, у вас будет меньше целлулита. А те свойства, которые формальдегиды и камфора, они тонизируют очень хорошо кожу, омолаживают, подтягивают, поэтому крема и масла на основе пижме, они незаменимы в косметологии. Также пижма, отвар пижмы, если споласкивать волосы, она очень хорошо подпитывает, во-первых, чистит луковицы от жира и всех веществ, которые распадаются у нас и остаются на голове или в корневой системе волос. Оттого волосы выпадают со временем, либо у кого перхоть, тоже пижма отлично помогает людям. Перхоть это тоже как бы нарушение эндокринной системы, но опять же можно помочь. Поэтому кубики со льдом, секрема с пижмой, масло с пижмой, отвары с пижмой. Еще хотела сказать, что те люди, которые не переносят вкус пижмы или по своему свойству она горьковатая на вкус, тем более отвар очень горький, поэтому я рекомендую всем принимать вот такие соцветия и запивать водой, потому что она очень тяжело пьется, очень горькая. И хотелось бы сказать, что ванны с отваром пижмы, они такие же эффективные, как прием пижмы. Но ванну можно делать 2 или 3 раза в неделю, если уж вы хотите очистить тело от паразитов, потому что в ванной поры открываются и отвар пижмы попадает в организм. И так раз за разом другой вариант почистить себя от паразитов, если кто-то не может принимать внутрь из-за горечи. Но не надо забывать опять же, что желчный пузырь должен быть абсолютно без камней. Пижма еще насыщает энергетически, она подпитывает нашу солнечное сплетение, а также эту чакру, которая желтого цвета, дает сильную энергетику, если вы будете дышать пижмой. Это совсем легкое упражнение, когда вы просто смотрите, как бы ментально, визуально вдыхаете энергетическую структуру, невидимую нашими глазами цветка. Так вы насыщаете благостно свою чакру. Вот немного, наверное, об этом моем любимом цветке, потому что зимой я очень люблю ванны с пижмой, потому что они заряжают, дают силу и вообще тонизируют организм, и прям бодрит, и появляется желание жить. Используйте, пожалуйста, растение очень осторожно, такого типа, читайте больше, изучайте, и потом уже приступайте к самолечению пижмой. На этом все. С вами прощаюсь. Пока-пока.